Думская ТВ работает в прямом эфире. О главных новостях пятницы расскажут наши корреспонденты. В студии Ксения Терзи. Здравствуйте. До сдачи Е декларацию депутатов осталось несколько дней. Думская ТВ решила проверить, кто из одесских нардепов уже заполнил анкету с доходами и имуществом. Следующий под прицел моих коллег попал нардеп Виталий Барвиненко. Виталий Барвиненко родился 3 июня 1981 года в Белгороде-Днестровском Одесской области. Образование высшее. Окончил Одесский национальный университет имени Менчникова, факультет международные экономические отношения. Работал в Одесском городском совете и Одесской обл. администрации. Был народным депутатом Верховной Рады 6 и 7 созыва. С 2014-го также избран нардепом. Согласно электронной декларации, политик хранит наличными 170 тысяч евро, 710 тысяч долларов и 5,5 миллионов гривен. Кроме того, на банковском счету у него 211 тысяч гривен. В собственности у Виталия Барвиненко 3 квартиры, 3 земельных участка и 2 нежилых помещения. Барвиненко является владельцем автомобилей Toyota Land Cruiser и Land Rover Discovery. Также нардеп ценит швейцарские часы, у него их 6 штук. При этом в 2015 году у Виталия Барвиненко была задекларирована куда меньшая сумма доходов в размере 85 тысяч гривен. Зарплата из них составила 74 тысячи гривен, а доход от преподавательской деятельности 11 тысяч гривен. Также в собственности у парламентария в прошлом году было только 2 земельных участка, небольшой дом и 2 квартиры. И другая недвижимость на более 1000 квадратных метров. Ситуация с машинами была аналогичной текущему периоду. На депутата Одесского горсовета ТОПа Блока Алексея Еремитсу напали неизвестные. По его словам, инцидент произошел прямо на проезжей части возле стальканата. Молодые люди на светофоре открыли двери автомобиля, в котором находились депутат и его водитель. На светофоре, напротив стальканата, не доезжая чумки, на светофоре, я сидел в телефоне, писал в фейсбуке. Открываются двери и со стороны водителя, со стороны меня по два человека начинают пшикать с баллона, с изоточивого. А второй человек начинает бить ногами, ругами и металлическими дубинками. Серьезных увечий в результате нападения у депутата нет. По его словам, больше досталось его водителю, которого ударили по затылку. Отмечу, Алексей Еремитс связывает данные нападения со своей политической деятельностью. Нападавшие скрылись в неизвестном направлении. Депутат написал заявление в полицию. Однозначно, кроме депутатской деятельности, я не представляю, откуда у меня могут быть подобные, скажем так, друзья в кавычках. Добавлю, что оппозиционный блок назначил вознаграждение за помощь в поиске нападавших. Награда от 60 до 200 тысяч гривен, в зависимости от степени помощи. Сегодня в жилом доме на Тенисто-10 был пожар. В одном из подъездов здания произошло возгорание проводки внутри электрических щитков. Как быстро удалось ликвидировать пожар и есть ли пострадавшие, выяснял наш Евгений Салтан. Возгорание произошло утром. По словам местных жителей, сначала они услышали взрывы, а уже потом оценили сложность ситуации. Начались взрывы. Провода высоковольтные, 380, вот они идут. Они стали взрываться и выгорать. Тут такая вот дуга была и дым, все горело. На место события сразу же вызвали спасателей. Но погасить очаг возгорания водой было опасно. Поэтому они предприняли другие меры. Произведена локализация тушения при помощи песка. По месту вызова также был произведен выпуск дыма с верхних этажей парадной. После ликвидации пожара спасатели столкнулись с еще одной проблемой. В кабине лифта застрял пожилой человек. На его спасение ушло не менее 20 минут. Старый 82 года, но высидел. Спасли. В результате самого пожара никто не пострадал. Причиной возгорания, по словам спасателей, стало короткое замыкание. Евгений Салтан, Виталий Прус, Думская ТВ. Наша съемочная группа побывала в игровом заведении на углу улиц Канатной и Базарной. Тремя месяцами ранее журналисты Думской ТВ тут уже были. Тогда в этом здании велись ремонтные работы. И теперь здесь можно увидеть компьютеры, кассы и посетителей, играющих за столом. Однако сотрудники заведения все отрицают. Девушка, добрый день. А вы здесь работаете? Мы с Думской ТВ пришли посмотреть, что это за заведение. Как вас зовут? Не хотите нам говорить? А вы работаете здесь? Да. Если можно, расскажите нам, что здесь за заведение, можно ли купить, например... А что это за заведение? Вы же знаете. Можно нам продать билет? Почему нет? Причем. Полного перекрытия пересыпи не будет. По словам чиновников, на этом участке уже начали подготовительные работы по прокладке трамвайных путей. Сейчас тут устанавливают новые столбы. Частично движение изменят через неделю. К этому времени будут установлены 69 дорожных знаков, предупреждающих о переменах. При этом схему движения транспорта из центра города на поселок Котовского обещают не менять и оставить несколько полос движения. Если будут вопросы, как попасть в город, то, соответственно, есть вариант либо по улице Балковская с возможностью дальше проезда по улице Ольгинской, либо есть возможность подняться на подъеме, вы знаете, в сторону Херсонского сквера и в сторону Пастера. Для безопасности на участке работу становят ограждением, чтобы избежать дорожно-транспортных происшествий. Что касается движения личного и общественного транспорта с поселка Котовского, то чиновники также разработали схему движения. Могу сразу проинформировать и успокоить всех жителей города, потому что никакого полного перекрытия поселка Котовского нет и никуда не планировалось. Скажу больше, все направления со стороны города на поселок Котовского, как было, скажем, до настоящего времени так и будет. То есть личный транспорт по Приморской двигается в сторону Газового переулка и, соответственно, общественный транспорт, для него остается ряд. Он уходит по Приморской, как мы говорим, под мост и уже дальше идет по улице Черноморского казачества. Отмечу, планируется, что проезд транспорта будет полностью восстановлен за 10 дней до Нового года. Задержку могут вызвать только обильные снегопады. Время вперед! 30 октября Украина перейдет на зимнее время. Традиционно государство переводит стрелки в последнее воскресенье октября в 4 утра на 1 час назад. Не забудьте перевести часы. Уже на следующей неделе у всех нас появится возможность поспать на час дольше. 100 лет назад необходимость перевода часов объясняли экономией электроэнергии. Сегодня это уже не так актуально. Критиковать большие умы академиков, которые каким-то образом доказывали целесообразность этой методики, я не буду. Мое личное мнение, могу сказать, нет, ничего это не дает. Но это мое личное мнение. Еще раз повторяю, я практика. Это вся информация на сегодня. В понедельник информационный день стартует с 15.00. В студии для вас будут работать Елена Еремеева и Никита Тарола. Хороших вам осенних выходных. Оставайтесь на Думской ТВ. С нами всегда интересно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА